Всем привет! Болит у меня горло, намотал аропатку и решил до конца все-таки довести нашу связку с DNS и DHCP. В прошлый раз мы остановились на том, чтобы просто настроили DHCP сервер, сейчас будем его связывать с DNS и заодно сразу разберемся с тем, как логи DHCP ввести в отдельный файл. Я это в прошлый раз начал делать, но не доделал. Значит, на прошлом занятии мы с вами создали файл, который у нас... вот он, var.log.dhcpo, куда должно было писаться информация о сервере нашего DHCP. По умолчанию мы его создавали от имени суперпользователя, поэтому у него владелец root и группа владельцев тоже root. Нам это не очень подходит, потому что нам нужно, чтобы демон служб системы дописывал сообщение в этот файл, поэтому нам нужно с вами изменить владельцев. Владельцем должен быть пользователь syslog, тот пользователь, от которого у нас как раз ведутся сообщения системные. Группа владельцев ADM. Это я посмотрел в другом каком-то логе, который находится в папке var.log. Подсмотрел, какие там у них должны быть владельцы и просто сейчас устанавливаю таких же владельцев сюда. Значит, var.log.dhcpo.log. И теперь у нас с вами после перезагрузки службы ведения логов, логи должны будут вестись туда, куда мы с вами захотим. rsyslog.restart. Все, прекрасно. Мы можем с вами тем временем начать сразу работать со связкой DNS и DHCP, только мне нужно будет вставлять туда-сюда блоки кода, и для того, чтобы не возиться с буфером обмена в командной строке, я подключусь сейчас к этой машине при помощи пути. Я только гляну айпишник, какой у меня здесь есть. Вот у меня айпишник 9739 выданный. Открою пути. Пути у нас вот так вот выглядит экзешничек ее. И вот и сама пути 192, 168, 97, 39. Подключаюсь. Отлично, подключились. Я теперь начну туда-сюда вставлять. Значит, для того, чтобы выделить текст, вот здесь вот в командной строке достаточно мышкой его выделить, он теперь будет скопирован в буфер. Для того, чтобы вставить его из буфера, правой кнопкой щелкаем. Вот видите, он вставляет. То есть копирование вставки очень удобно будет. Для начала нам нужна команда, которая сгенерирует специальный ключик. Я эту команду сейчас прям перенесу сразу вот таким вот образом. Значит, DNSSEC KGEN работает с DNSSEC. DNSSEC это такая технология, которая позволяет нам защитить DNS. Очень интересная технология. Мы сейчас в нее не вникаем. Мы полностью и целиком DNSSEC не настраиваем, просто генерируем ключ. Вообще DNSSEC позволяет нам подтверждать информацию о подлинности записи на сервере DNS. Значит, минус A ключ это алгоритм в виде HMAC-MD5. Минус B это размер ключа, битность по 28 бит. Минус R это устройство, которое у нас отвечает за генерацию случайных чисел. Может быть у вас какое-то аппаратное устройство. Может быть у вас другой дистрибутив, там по-другому называется вот этот вот генератор случайных чисел. В углу это DEV URANDOM. Минус N это тип владельца ключа. Здесь может быть ключ для подписи зоны, для подписи хоста. Вообще очень много различных параметров. Мы создаем ключ для пользователей. Ключ этот называется DHCP Updater. Нажимаю я Enter и видите, вот у меня создался, он пишет ключ. Я могу командой LS глянуть. Вот у меня есть здесь открытый ключ и закрытый ключ. Опять же, в нюансы мы сейчас с вами особенно не вникаем. Просто откроем с вами ключ, который у нас называется Private. KDHCP.Private. И здесь у нас есть ключ. Ключ у нас выглядит вот так вот. Включая два знака равно в конце. Я его скопирую сейчас себе в блокнотик. Чтобы туда-сюда вставлять, когда он пригодится. И теперь нам нужно будет этот ключ прописать в конфигурации сервера DNS и в конфигурации сервера DHCP. Значит, начнем с сервера DNS. У нас есть с вами файл конфигурации сервера DNS. Supervisor.do.vc.bin.name.conf.local. Здесь мы уже с вами этот файл конфигурации трогали. Мы здесь прописывали название зоны прямого просмотра и зоны обратного просмотра. И, собственно, файлы, в которых информация об этих зонах лежит. Теперь нам нужно сюда добавить информацию о ключе, который будет использоваться для обновления информации в этих зонах. Мы пишем K, ключ. Ключ. На имя его мы изгенерировали в прошлый раз. DHCP Updater. Фигурную скобку открыть. Значит, алгоритм мы должны указать, при помощи которого генерировали этот ключ. Вот так вот у нас алгоритм такой использовался HMAC MD5. Остальное это уже допись такая, которая обязательно здесь в конфигурации сервера DNS. Далее мы пишем Secret. И сам ключ. Кавычки. Точка запятой. Фигурную скобку закрою сразу, пока я это помню. И теперь мне нужно вставить сам ключ. Сейчас я его сюда скопирую из блокнотика. И при помощи пути вставлю вот сюда, вот между кавычками. Бывает то, что вы ключ, вот мимо я вставил, бывает, что вы ключ решите хранить вместе с кавычками в блокнотике. И если у вас вдруг ключ записан курсивом, каким-нибудь полужирным шрифтом и так далее, когда его переносите сюда в файл конфигурации, он может не считаться. То есть вам нужно здесь лучше руками набрать эти кавычки, потому что небольшие изменения в шрифте, в раскладке клавиатуры и в кавычках уже не считываются вот этим вот сервером DNS. Значит, указали мы, собственно, ключ. И теперь нам нужно в каждую зону просто дописать еще по одной строчке, то, что мы разрешаем обновлять эти зоны. Вот зона прямого просмотра. Я дописываю строчку Allow Update. Позволяю обновлять тем, у кого есть ключ DHCP Updater. И для зоны обратного просмотра то же самое. Позволяю обновлять тем, у кого есть ключ DHCP Updater. Escape ZZ. Надо убедиться, потому что у меня здесь нет никаких опечаток. Я, правда, практически все копировал и вставлял из буфера обмена. То есть если будут опечатки, у нас ничего работать не будет, само собой. CDO, сервис, BN9. Работать не будет. Придется журнал ошибок читать. Много тратить на это времени. Значит, с DNS-сервером разобрались. Теперь нам нужно настроить DHCP-сервер. То есть DNS-у мы уже сказали, что его можно обновлять. А DHCP, мы сейчас скажем, что сам DHCP может обновлять DNS. Для этого нам нужен с вами опять файл конфигурации. Только теперь файл конфигурации сервер DHCP. Superuser.duv.epc.dhc.dhc.dconf. Тут нужно быть внимательным тем, кто делает лабораторные работы в том институте, где я преподаю. Я для них тоже сейчас пишу этот урок. Потому что у нас там раньше использовалась прошлая реализация сервера DHCP. Там был немножко другой синтексис. Вот в этой реализации ISC DHCP сервера появились дополнительные строчки. Значит, прежде всего нам нужно сказать здесь в конфигурации сервера DHCP ddns.defeas.update.on. То есть мы разрешаем обновлять зоны DNS. Далее. Стиль обновления. Сейчас у нас указан никакой. Нам нужно указать стиль обновления Interim. Их несколько вот этих вот стилей обновления. Interim самый распространенный. Там есть между ними нюансы. Не нужно ими забивать себе голову. И еще одна строчка, которая здесь у нас есть. Обновлять статические аренды тоже. То есть если у вас вдруг есть какие-то статические адреса, и вдруг они изменились, и DHCP сервер об этом узнал, он тоже передаст информацию на сервер DNS в зону DNS. Далее. Нам нужно точно так же, как мы создавали до этого ключ в сервере, в конфигурации DNS, то же самое сделать здесь в DHCP. DKD, DHCP, нижнее подчеркивание, Updater. Далее. Мы указываем алгоритм. Здесь можно так много алгоритм не писать. Просто HMAC MD5 без тех дополнений, которые были у нас там. Точно так же. Secret. В кавычки. В кавычки мне нужно вписать ключ из моего блокнота. Правая кнопочка. Вставился ключ. Без пробелов, без всего. Я проверил. Все в порядке. Закрываю я фигурную скобку, которая нас отвечает за этот ключ. В конфигурации сервера DHCP, видите, после фигурных скобок не нужно ставить точки. Далее. Мне здесь нужно прописать информацию о моих зонах. Я ее прям целиком скопирую. Значит, у нас есть с вами зона прямого просмотра. Вот она. ZoneLab. Только она мне называется LabLocal. Сервер DNS у нее 0.1. Ключ тоже самое DHCP Updater. И зона обратного просмотра. Я отписал прошлый урок больше, чем неделю назад, поэтому не уверен, что у нас там сеть 32680, но по-моему, все правильно. Вот прописал я информацию об обоих зонах. Сейчас я посмотрю, у меня здесь периодически в этом файле конфигурации внизу лишний фигурный скобок появляется. Нет, все в порядке. Ничего страшного здесь нет. Escape, ZZ, сохранились. Теперь нам нужно перезапустить сервер DHCP. Superuser.do, service, isc, DHCP сервер, restart. Табуляции дополнил, чтобы быстрее все происходило. Теперь очень важный момент. Нам нужно убедиться в том, что в директории var.lib.bind появились файлы журналов. Смотрим. ls, var, lib, bind. Бывает, что они появляются не сразу и нужно перезапускать сервер. Иногда бывает так, что служба DNS и DHCP у нас стартует и некоторое время им, не могу я это объяснить, некоторое время им нужно на то, чтобы поработать эти появились здесь журналы. Давайте глянем статус служб bind, что они заявились и DNS. Статус. Работает. ASC. ASC упала. Ну, сейчас будем разбираться, почему она упала. syslog, только он будет гигантский, поэтому давайте посмотрим его командой tail. Tail минус n, ну, скажем, последние 30 строк. Semicolon expected. На 13 строчке я где-то накосячил файли конфигурации DHCP. Давайте глянем, что я там накосячил. Вот она ошибка. Semicolon expected. Вот этот, где у меня файл конфигурации. Вот он, 13 строчек, смотрим, где штатерин. Это 13 строк. DNS updates, он, вот в чем у меня ошибка. Я говорил, одна небольшая опечатка и все летит к чертям. DNS updates, он, вот так вот. Escape, zz, server.dhcp, restart, server.dhcp, status, проверяем. Прекрасно завелась. Вот эта вот ошибка, can't create pit file, это баг этого server.dhcp, я прочел, они его поправляют. То есть, ничего страшного, DHCP работает, просто вот такая вот ошибочка вылетает. Я тем временем завел восьмерку, она должна была получить IP-шник. Отлично, IP-шник получил. Смотрим в наш Linux. В Linux у нас с вами мы должны находиться в папке varlibbin. Глянем, вот появились файлики forwardbinjournal и reversebinjournal. Мне казалось, что они появляются после рестарта службы DHCP, но они, видимо, появляются после первого запроса аренды. Так что можно не пугаться, как только у меня машина запросила аренду, у меня здесь это все получилось. Давайте убедимся в том, что у нас теперь работает все, что мы настраивали для этого. Для начала я хочу посмотреть, видна ли аренда. catvarlibgcp.lizos. DHCPd, по-моему. Да, лизос, вот так. И вижу то, что вот, у меня есть аренда 0101, машина win8. Все прекрасно. Она здесь, правда, немножко задвоилась, но нас это не должно пугать. Давайте проверим, как работает наш файл логов DHCP сервера. catvarlog.dhcplog. Прекрасно, вон сколько здесь логов по DHCP серверу, то есть сбор логов по отдельный файл у нас удался. Вот у нас запрос был на IP-шник, вот получение и так далее. Все получилось. И теперь нам нужно посмотреть появление новой информации в зонах. Значит, зоны у нас лежат, чтобы я помнил где. Там же, по-моему, где я только что смотрел мои журналы. Вот эти вот варли бинт. Давайте дадим сюда. LS. Раньше запись о новой аренде у нас сразу появлялась вот в этих файлах forward bind и reverse bind. Теперь мне нужно, по-моему, перезапускать службу DNS, чтобы здесь информация появилась. Ну или подождать какой-то тайм-аут, но я не уверен. Я говорю, что раньше появлялась сразу, а теперь только после перезагрузки. Проверяем forward bind. Вот у нас появилась запись. У нас, вы видите, вин 8, узел А0101, текстовая запись. И то же самое должно быть в reverse bind. Я сам ничего не дописывал. Эта информация появилась там. Вот здесь тоже появился pointer, 101 айпишник, вин 8 local. С вот этим новым релизом DHCP сервера все работает не так просто, как раньше. Но, тем не менее, справились, получилось, запись появилась. Я бы предлагал вам еще парочку машин завести виртуальных, посмотреть, как все это работает. Но у меня, в принципе, в таком вот режиме это настроено в двух организациях и работает прекрасно. Итак, со скрипом, но справились. Должен обратить ваше внимание на некоторые моменты. Значит, следите за синтаксисом, проверяйте статус службы. Если в статусе службы что-то не так, читайте системный лог и находите ошибки в коде. Далее, очень часто вот в этих реализациях нужно не просто перезапускать отдельно службы DNS, DHCP, а проще иногда запустить ребут. И после этого у вас будут появляться нужные файлы и нужные настройки и нужные журналы. То есть не пугайтесь, пробуйте. Мануалов полно на эту тему. Если будет не получаться, пишите в комментах к видео, я вам буду периодически помогать. Я чувствую то, что многие баги вот этого AS и DHCP сервера поправят. И если будут изменения, я вам прям в комментах к этому видео или прям поверх видео буду эти все добавления писать. А так мы официально DNS плюс DHCP связку закончили.